Монтаж самого большого бронзового памятника советским солдатам в Европе, начатый в январе текущего года на строительной площадке Ржевского мемориала в Тверской области, завершен. Об этом сообщил накануне на своей странице в Инстаграм автор проекта Андрей Коробцов. Торжественное открытие планировалось на 9 мая. Однако из-за ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции дату перенесли. Тему продолжит Наталья Чагет. Для воплощения в жизнь проекта понадобилось не менее 80 тонн бронзы. В центральной части памятника расположилась фигура автомата, выполненная по образцу ППШ-41, длиной 9 метров и весом около 2,5 тонн. Нижняя часть композиции формирует фигуры взлетающей стаи журавлей. У основания центрального монумента установили листы картеновой стали с именами погибших под Оржевом бойцов. Практически завершены работы по световому оформлению и по отделке внутренних помещений в здании музея. Об этом рассказал помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский на официальном сайте, посвященном строительству Ржевского мемориала. На данный момент работы на мемориале идут с опережением графика. У нас нет никаких сомнений, что до праздников они будут завершены. На самом мемориале озеленение, дорожные работы, обустройство парковочных мест для туристов. Здесь также будет филиал нашего музея Победы на Поклонной горе. На данный момент мы довольны тем, как идут работы. Строительство велось на спонсорские деньги и пожертвованиям всего. На возведение мемориала собрали более 510 миллионов рублей. Авторами проекта стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Создатели мемориала, прежде чем приступить к основной работе, изучили исторические материалы, посвященные Ржевской битве. Потом мы смотрели много фильмов о Великой Отечественной войне, читали произведения. И у меня один из образов возник. Это образ актера Алексея Ирбанского в фильме «Баллада о солдате». То есть это солдат пришел с фронта, у него не было ног. И вот это вот шинель, и под шинелью ничего нет. И это был первый образ. А затем мы уже, послушав песни, посмотрев фильм, решили, что каждая душа, она должна что-то символизировать. Но это журавль, стая журавлей, которые переклетаются между собой. Это кадры нашей съемочной группы, которая была приглашена на открытие закладного камня на месте будущего Ржевского мемориала. С ноября 2018 года телеканал «Тверской проспект» постоянно следил за развитием событий. Более того, нам удалось первыми побывать в мастерской подмосковного Солнечногорска, где на скультуре трудились авторы проекта. Здесь же отливались все части будущего памятника. Пока, наверное, сложно представить, что это такое, но видно детализацию. Вот как это было слеплено, так же это и отлито. Достаточно хорошее качество. Ржевский мемориальный комплекс возводили по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому, к мнению участников кровопролитных боев под Оржевом 1942-1943 годов, авторы прислушивались в первую очередь. Завершающий этап сборки скульптуры состоялся 30 января этого года. Тогда в присутствии большой делегации последний элемент памятника солдату голову установили на место. Я видел этот памятник, ну как можно сказать, живем в Солнечном городе, когда еще по частям не уходим. Я горжусь, я горжусь. Это непонятно. Он напоминает о значении самой вот этой Ржевской мемориалии. Ржевский мемориал советскому солдату готов к открытию, но из-за ситуации с коронавирусом торжественные мероприятия придется отложить. Сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. «Самое главное, что мы готовы и будем считать, что сегодняшняя ситуация лишь продлит нам ожидание радости», — подчеркнул Рапота. С этой позиции согласна Лариса Щербакова, которая является председателем Тверского областного совета ветеранов. Она провела большую работу по организации мероприятий, связанных с открытием Ржевского мемориала. И знает, что ветераны относятся к переносу даты с глубоким пониманием. «Все очень все правильно понимают. Никто не стремится куда-то там бежать, лично ехать какими-то окольними путями. Сегодняшние ветераны наши сохраняют режим самоизоляции. Более того, за этим очень серьезно следят их дети и внуки». По оптимистичным прогнозам, торжественное открытие Ржевского мемориала состоится либо 22 июня, либо 3 сентября. К этому времени необходимо определиться с количеством участников, которые на автобусах поедут в деревню Хорошего Тверской области, где расположился памятник. Пользуясь случаем, Лариса Щербакова обратилась к общественным организациям и крупным предприятиям с просьбой оказать содействие в подготовке. Это может быть материальная поддержка или предоставление транспорта. Любой помощи в Совете ветеранов будут рады. Номер телефона организации 34 25 15. Сюда можно позвонить в любой момент или прийти. Адрес прежний Советская 33, здание законодательного собрания.